Экспожа Фортерляйна, она дискредитировала всю политику военно-политического руководства Украины, международной корпорации. Они уже давно и даже до Майдана активно пытались зайти на Украину. Каким-то провогом для замирения, попытки выйти на переговоры со стороны Украины, занятия новых рубежей, вооруженными силами Российской Федерации, вряд ли стать. Степень психологического экстаза украинского общества не находится в каком-то политическом Стангольмском синдроме, или военная пропаганда экзистенциальная, она довела их до реального психоза. Все пойдет по неблагоприятному сценарию для киевского режима. Иван, здравствуйте. Вы наверняка слышали заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая озвучила потери украинской армии в ходе СВО и назвала цифру в 100 тысяч. Но потом, буквально через несколько часов, по-моему, эта цифра пропала из доклада, и вообще сам ролик с ее заявлением, он очень сильно был, скажем так, порезан. Вот на ваш взгляд, с чем связана вот такая вот цензура ее заявления? Ну, интернет, как говорится, помнит все, поэтому скриншоты с сайта, заявления, они сохранены, где эта цифра действительно фигурирует. Ну, очевидно, что поступил звонок из Киева и попросили, конечно же, не пугать так сильно украинское население, потому что цифра 100 тысяч погибших, а представляете, сколько еще раненых, то есть это умножать еще вдвое, втрое, она, конечно же, в корне противоречит тем небольшим цифрам, которые озвучивает руководство Украины, военно-политические спикеры этого руководства. Любые оценки потерь с любой из сторон, они, конечно же, варьируются там от тысяч до сотен тысяч, и это понятно, так как зафиксировать реальные потери практически невозможно, при этом каждая из сторон, и Украина, и Российская Федерация имеют законодательство, которое запрещает вообще даже, в принципе, обсуждение этих цифр, а тем более вот у нас в России сейчас, буквально сегодня, с 1 декабря, вводятся новые правила по поводу каких-то там прогнозов и так далее, которые могут подпадать под военную тайну. Условно говоря, я ей не обладаю, нигде подписи не ставил, но общаюсь с теми людьми, которые могут обладать. Поэтому это некорректно, и можно только апеллировать теми цифрами, которые официально озвучивает Министерство обороны, либо России, либо Украины, по поводу своих потерь и потерь противников. В данном случае госпожа Фордер-Ляйен, она дискредитировала всю политику военно-политического руководства Украины, которое основывалось на том, что потери ВСУ гораздо меньше, чем потери Российской Федерации, и вообще исчисляются тысячами, а уж никакими не сотнями тысяч. Поэтому, очевидно, что поступил звонок и попросили подредактировать, но, повторюсь, интернет помнит все. То есть, вы думаете, что это связано со звонком именно из Киева? Потому что мне казалось, что это еще так или иначе может быть связано с тем, что действия европейских политиков, они, наверное, все-таки не очень согласованы. Иначе как объяснить тот факт, что эти цифры, они в принципе были озвучены? Ну, здесь все правильно, действия эти не согласованы. США, в принципе, вообще наплевать, какие цифры будут озвучены. Американские эксперты, исследовательские институты постоянно выдают там то десятки тысяч, то более ста тысяч, и никто не возмущается. В данном случае сам вес и авторитет фигуры фон дер Ляйен, он и вызвал такой ажиотаж, такой редонанс. И, конечно же, это были не согласованные речи. Если прочитать вообще то, о чем говорила там госпожа фон дер Ляйен, то как раз она, называя эти цифры, показывала, в общем-то, с ее точки зрения, мужество Украины, стоящей в авангарде борьбы Запада против неправильной России. И, скорее всего, как раз показывало, что нужна еще помощь, в общем-то, показывало такой откровенный уже лоббизм, что посмотрите, как претерпевают, как гибнут украинцы, вот такие новые, там, в кавычках, крестоносцы Европы, да, против восточных, там, варваров. То есть в этом была логика, но, видите, не знает она внутреннего законодательства Украины и подставила, собственно, своих киевских партнеров. Александр Лукашенко на недавнем саммите ОДКБ, он выросил такую мысль, что если Зеленский в ближайшее время не пойдет на переговоры с Россией, то от Украины, как государства, может не остаться вообще ничего. И вот недавно появилась такая интересная новость. Зеленский запросил 1 триллион долларов, вы наверняка слышали об этом, якобы на восстановление Украины. Но там есть интересные условия, где говорится о том, что западные компании, они смогут, как это названо, взять шефство над украинскими компаниями и даже целыми регионами. Вот о чем это говорит, по-вашему? Не превратится ли Украина таким образом в, на своем это, колонию Запада? Украина уже превратилась давно в колонию Запада. То есть это очередной, в общем-то, акт готовиться по передаче остатков суверенитета украинской экономики, прежде всего, ресурсной базы, которая интересует глобальный Запад. Не случайно ведь недавно произошла на Украине очередная, в общем-то, стадия так называемой деолигархизации. Она, конечно, была очень избирательная, и, в общем-то, кто-то, приближенный к Зеленскому, ну что уж тут говорить, тот же Игорь Коломойский, он фактически избавился от неликвидных активов, таким образом передав их государству. Ну кто-то действительно из крупных украинских олигархов серьезно пострадал. Но вы же понимаете, что пусто места не бывает. И явно то, что уходит в государственную собственность, то, что, в общем-то, декларируется как переоформление собственности на пользу, на благо народу, конечно же, конечно же, найдет других своих хозяев. И этими хозяевами вполне ожидаемо станут международные корпорации. Они уже давно и даже до Майдана 2014 года активно пытались зайти на Украину, там и покупали и предприятия, и месторождения, и даже чернозем, даже землю, которой не хватает. Было, да, было. Да, да, да. Вот. И, соответственно, ну сейчас-то им откроют полностью, в общем-то, калитку. Пока что в законе о деолигархизации, в законе земельном, украинском, там не предполагается передача собственности земли непосредственно иностранным нерезидентам. Но, есть уже прецеденты, что мешает получить гражданство Украины. Есть такие уже новоявленные, в общем-то, олигархи, которые совсем недавно еще были гражданами, там, Швейцарии, Германии, Италии. И вот сейчас они уже щирые украинцы, не знающие ни мовы, ни русского языка, и владельцы огромных холдингов. Да и в конце концов, ничего не мешает немного скорректировать законодательство? Естественно, да. Тем более, что если все это подать под соусом того, что западные компании восстанавливают Украину, ведь сейчас активно лоббируется некий уже на будущее какой-то план маршал, условный план маршала, в случае, конечно же, как они считают, победы киевского режима, по которому весь Запад, обязанный Украине за то, что она отстоит от ценности глобализма, скинется по копеечке и поможет. И не только на государственном уровне, но и на частном. И вот здесь ключевое слово на частном. То есть как раз придут под видом инвесторов корпорации, которые просто захватят всю экономику, всю землю Украины. И эта идея о плане маршала, она лоббируется на очень высоком уровне. Вот даже такой злой гений цветных революций Бернард Андрей Леви недавно заявил, что он, в общем-то, совершает турне по лидерам западных стран. По западным странам общается с лидерами, в котором активно лоббируют эту идею плана маршала для Украины. И еще, конечно же, в рамках вот этой помощи, триллиардной помощи Украины, я думаю, что это подготовка к реализации той декларативной, на самом деле, а не обязательной, резолюции Генассамблеи ООН, по которой пытаются отобрать российские активы, которые называются замороженными, а на самом деле нагло просто отнятые в нарушение вообще основополагающей ценности западного мира, о неприкосновенности собственности, о, в общем-то, банковских финансовых гарантиях. Я не случайно сказал, что это декларативная резолюция, потому что вообще по уставу ООН Генассамблея не имеет права решать такие вопросы. Это прерогатива исключительно Совета Безопасности ООН, в которой состоит и Российская Федерация, и Китай, который, естественно, тоже не согласен с таким вообще геополитическим беспределом. Но, с точки зрения вот декларации, это было принято под дружный курс сателлитов Соединенных Штатов в ООН, и фактически вот с этого авторитета Генассамблея ООН это будут пытаться легализовать в каком-то вот правовом, на самом деле абсолютно бесправном порядке через законодательство и стран Европы, и объединение того же Европарламента, Еврокомиссии, Европейских банков, Европейских судов и так далее. И, кстати, сегодня даже вот буквально новость поступила, что во Франции готовятся создать некий трибунал, и там непосредственно, конечно же, для того, чтобы, в общем-то, наказать Россию за проводимое СВО, но ведь нужно читать то, что, как правило, в каких-то последних абзацах этих заявлений звучит. Вот там как раз упоминается о этих 300 миллиардах и еще о каких-то там менее значительных сбережениях, захваченных мировыми глобалистами у России. То есть, видите, пытаются все чаще об этом говорить с наиболее таких авторитетных публичных трибун, то их готовят вот откровенные судилища, чтобы как-то оправдать этот беспредел. Потому что Запад на уровне государства не хочет вкладываться в восстановление Украины. Пригласить каких-то инвесторов, но еще вопрос, поедут ли иностранные инвесторы восстанавливать страну, которая находится под угрозой вообще существования. Конечно, нет. В будущем, как они надеются, если они победят Россию, вполне возможно, но это не речь не ведется о восстановлении. Речь ведется о захвате ресурсов и земли. Вот в первую очередь ресурсов, угля, газа, леса. Ну и, соответственно, передача под контроль корпорациям Запада. Ожидаемо. Ну, план Маршалла — это хорошо, и, наверное, он даже мог бы помочь Украине, если от нее, в принципе, что-то останется. Глава СВР Нарышкин, я уверен, что вы тоже слышали про это заявление, озвучил такую информацию, что в Польше готовят план по аннексии части Западной Украины. По-моему, речь шла про Львовскую, Ивано-Франковскую и часть Тернопольской области. И как вы считаете, что вообще останется от Украины в таком случае, учитывая то, что часть территории уже присоединена к России, а часть может в какой-то перспективе перейти в состав Польши? Ну, в состав Польши какие-либо территории могут перейти только действительно в случае катастрофического политического краха вообще украинской государственности. Все-таки специальная военная операция, исходя из озвученных целей, соглашаемся мы с ними или не соглашаемся, тем не менее не декларирует полное уничтожение вообще Украины как государства. Но, в случае, если все пойдет по неблагоприятному сценарию для киевского режима, то, конечно же, старые амбиции соседей, западных соседей, это не только Польша, это и Венгрия, и Румыния, они могут действительно материализоваться. И не случайно вот та злополучная ракета, которая угодила на территорию Польши, которую все обсуждали, грозили какой-то Третьей мировой войной, ее поляки даже использовали в свою пользу. Каким образом? Ну, вот мало кто заметил, но буквально через несколько дней они запросили у Германии системы Патриот для того, чтобы пограничие их разместить и закрыть небо. Но закрыть небо не только над Польшей, ну, они это все обосновывали угрозой уже непосредственно польской территории, но гипотетически эти системы могут закрыть и небо над теми территориями, о которых вы говорите, которые в Польше называют кресы, восточные кресы, то, что называется западная Украина. И, кстати, тут они претендуют и на западную Белоруссию. Ну, потому что западную Белорусь тоже когда-то назвали усходные кресы. Да, да. Но Белоруссия, союз с Россией, естественно, не собирается отдавать свой суверенитет, возвращать территории некогда оккупированные поляками. С точки зрения, конечно же, ситуации на Украине, сложно вообще расценивать, как это может все обернуться, потому что здесь все решает только на поле боя и на уровне международной поддержки, которая сейчас, конечно же, максимальная со стороны Запада. И хотелось бы, наверное, сейчас перейти к новостям с фронта, назовем их так. Если почитать новости и последние сводки, то можно понять, что наиболее, наверное, ожесточенные бои на Донбассе, они идут за Артемовск. И этот город, он является ключевым для ВСУ в том плане, что там находится железнодорожный узел, через который снабжается украинская армия. И если российская армия все-таки займет этот город, то так или иначе на ходе СВО это отразится. И даже бывший командующий ВС НАТО в Европе Уэсли Кларк заявлял о том, что если Украина все-таки потеряет Артемовск, то это может вынудить Зеленского пойти на переговоры. А как вы считаете, чем может обернуться потеря вот этого вот города для украинской армии, ну и киевского режима соответственно? Смотрите, я не военный эксперт, и я уже говорил о такой скользкой ситуации с военно-стратегическими прогнозами. Я могу оценить политические последствия потери этого крупного действительно узла. Артемовск в советской традиции или Бахмут в русской, новороссийской. Это не какое-то изобретение самостивной Украины на самом деле. Действительно важная точка на линии соприкосновения. Но при этом, конечно же, послужить каким-то прологом для переговоров, а тем более для капитуляции, вряд ли, вряд ли. Это выдавание желаемого за действительное, потому что пока Славинск, Дружковка, Краматорск, то есть крупнейшие, забетонированные, залитые просто бетоном укрепленные центры и положение ВСУ находится под контролем Украины, говорить о том, что на Донбассе мы близки к какому-то действительно перелому и капитуляции Украины, я бы не стал. Все-таки и тот же Углидар, и Артемовск Бахмут, это тактические точки, а не стратегические. Поэтому каким-то прологом для замерения, попытки выйти на переговоры со стороны Украины, занятия новых рубежей, вооруженными силами Российской Федерации, вряд ли стать. К тому же вообще говорить о переговорах со стороны Украины достаточно опрометчиво, потому что, с одной стороны, конечно, мы понимаем, что Зеленский абсолютно не самостоятельная фигура, он успешный в своей пиар-медийной роли, но все военно-политические решения на Украине давно принимаются советниками, вставленниками и за рубежом. Но при этом нужно понимать, что с точки зрения внутриполитической, электоральной, легитимной, искренне легитимной для украинского населения, Зеленский сейчас суперзвезда не только внутренней повестки, но и мировой. И как-то его сместить и принудить идти на непопулярные действия по какому-то договорнику, гласному или негласному, ну, в общем-то, опрометчиво, потому что он уже сам виляет мировой политикой, его раздули до такой фигуры, до ложки, да, журнала Тайм, вот, что очень сложно принудить его действовать, в общем-то, в угрозу себе и пойти на непопулярные действия. Почему? Потому что степень психологического, вот этого экстаза украинского общества, там можно по-разному говорить, что они находятся в каком-то политическом Стангольском синдроме или военной пропагандой экзистенциальной, она довела их до реального психоза. Но, тем не менее, вот эта степень успеха этой пропаганды, она привела к тому, что режим Зеленского, конкретно Зеленский, уже тождественен, равен и украинской государственности, и жизни каждого конкретного украинца. То есть они же ведут войну вообще за существование, и вот символом этого существования, как конкретного человека, так и государства, является в том числе и Зеленский. Поэтому как-то пытаться его сейчас там сменить на зауженного, на Ермака, на какую-то другую фигуру, ну это, в общем-то, опрометчиво, он успешно исполняет свою роль, и если даже и говорить о какой-то временной заморозке, вызванной объективными причинами, военными причинами, то она в любом случае будет использована Украины для еще большего вооружения, мобилизации уже там остатков граждан, уже пенсионеров, женщин, инвалидов, и, конечно же, для вербовки новых и новых наемников, и вступления новых, современных, уже смертоносных, дальнобойных орудий запада. Поэтому нам не надо вестись на эту уловку. В посольстве Украины в Испании прогремел взрыв. Там передали конверт со взрывчаткой, и смертей удалось избежать, к счастью, но человек был травмирован, так или иначе. Вот, на ваш взгляд, почему именно в Испании, в посольстве Украины, прогремел этот взрыв, и кто за этим может стоять? Пока еще не обнаружили, конечно, вездесущую руку Кремля, назовем это так. Ну, конечно, первое, что приходит в голову, такая конспирологическая версия, что это сигнал одному известному популярному украинскому блогеру, который проживает, уже давно проживает в Евросоюзе, а последнее время обосновался в Испании. Я говорю, конечно же, о Шарии. Но я думаю, что это конспирологическая версия, правда, своего эффекта она, скорее всего, добьется. То есть, очевидно, что Шарик перепугался, живя в такой благополучной, тихой, спокойной Испании. Ну, а кто это совершил, на самом деле, я абсолютно не могу без каких-либо инсайдов, без данных следствия испанского вам сообщить, ну, кто угодно, от какого-то психа, националиста это мог быть, до, там, реального сотрудника спецслужб, провокатора, который, естественно, сейчас уже даже наиболее радикальные там русофобские идиоты из украинских средств массовой информации сразу говорили, ну, все понятно, это же ФСБ там устроило, или КГБ белорусское. Все это устроили, чтобы нас дискредитируют, смотрите, европейцы, смотрите, эти террористы, они уже у вас. Бойтесь, скидывайтесь нам на помощь, присылайте еще больше денег, еще больше оружия. То есть, вот в такой логике, независимо от того, что произошло на самом деле, уже начали кричать украинские СМИ. И даже люди, у которых, по крайней мере, в их титрах вполне серьезные государственные. И вот сейчас тоже очень часто обсуждается такая неприятная для Украины тема, как blackout, потому что российская армия, она продолжает точечными ударами объекта энергетики. И в этой связи, учитывая то, что зима, она уже началась и уже начались морозы, как вы считаете, даже это не вынудит киевский режим пойти на какие-либо переговоры, учитывая то, что населению реально грозит перспектива замерзнуть. Да нет, ну, вы же слышали, наверное, заявление супруги Зеленского, Елены Зеленской, которая сказала, что мы готовы и умирать, и голодать, и, в общем, все ради побед. И на самом деле это не какая-то там бравада, конечно, это пиар, но в целом это отражение вот того психического состояния, в котором находится украинское общество. Соответственно, вообще перспективы заставить киевский режим капитулировать или пойти на какие-то переговоры, а под переговорами мы, естественно, подразумеваем исполнение целей специальной военной операции, обозначенной президентом Путиным, и не что иное, конечно же, не переговоры ради условия украинской стороны освободить, как они говорят, Крым, Донбасс, репарации, контрибуции и так далее. Никакие, в общем-то, блэкауты, даже никакие колоссальные потери в СССР не пошатнут режим Зеленского и позицию Запада. Поскольку это тоталитарная военная пропаганда, она ввела население в экзистенциальный психоз. А для Запада, конечно же, когда мы говорим, что воевать до последнего украинца, то это не какая-то фигура речи. Естественно, воевать, не самим же воевать в геополитическом противостоянии с Россией. Естественно, до последнего украинца, который, повторюсь, находится вот в этом как сектант в этом психозе. И, более того, представьте, как его эго растет, когда он из бывшего гастарбайтера моющего туалета в Польше. Сейчас его называют и Байден, и Папа Римский просто надеждой западного мира, таким новым крестоносцем. Ну, это действительно бодрит. То, что Соединенные Штаты могут попытаться заставить Киев пойти на заморозку, может быть, с моей точки зрения, попытаюсь быть таким адвокатом делом, продиктована только одной логикой. Это логика чисто экономическая, при которой поддержка вот этой войны до последнего украинца, она будет очень, очень дорогой для Запада. Более того, есть аналитики, есть политические лоббисты среди американского эстеблишмента, которые говорят, ну, давайте будем честны, какая цель у Запада, у США на Украине? Что, победить Россию, вернуть Украине Крым или Донбасс? Да нет, конечно. Конечно, им плевать на территорию Украины. И главная цель это свержение режима в России за компанию и в Белоруссии, и, в общем-то, десуверенизация наших стран. Вот какая их цель. Будет при этом победа, не будет ее победы на территории Украины? Абсолютно не вам. И с точки зрения этой логики платить за победу до последнего украинца Более того, иметь перспективу уже самим погибнуть от ядерной войны, если до победного идти в Крым, а ведь, ну, по-моему, всем очевидно, что та самая красная линия, после которой Владимир Владимирович Путин, как верховный главнокомандующий, применит ядерное оружие, это Крым. Крым выше пика вообще политического правления Владимира Путина. Ну, это, по-моему, очевидно. Соответственно, понимаете, издержки слишком большие. И вот часть американского стеблишмента, она склоняется к тому, что пока Украина проводит успешные контрнаступательные действия, пока в России есть большое число людей, которые недовольны таким ходом специальной военной операции, есть уставшие от нее, особенно испуганные на фоне прошедшей мобилизации и предполагаемой еще одной волны. Вот попробовать Россию, исходя из этих условий, развалить изнутри к 2024 году, в России многие называют транзитный год, год, когда будет либо совершена операция преемник, либо будут какие-то выборы из числа людей, которые сейчас может быть строят из себя патриотов, соревнуются в патриотизме, а какую игру на самом деле ведут, на кого ориентируются, еще большой вопрос. И вот в этот период такой политической турбулентности устроить даже не Майдан, наверное, его сложно устроить, когда сбежал весь актив таких оранжевых сил из России, а вот устроить какой-то внутренний дворцовый переворот, я думаю, они могут попытаться. То есть исходя из этой лодки, возвращаясь к тому, о чем я говорю, принудить Украину, учитывая издержки победы от войны до победного конца и гипотетические возможности вообще ядерной войны, принудить ее к какой-то заморозке и ждать 2024 года, я думаю, такой сценарий логичен со стороны Запада. Но, повторю, во что он упирается? Он упирается в то, что Зеленскому невыгодно никакая заморозка, это бьет по его политическому рейтингу, договорняк, в общем-то весь имидж его куда-то будет испаряться, будут давить на него, несмотря на военное положение, не то, что даже позиция в лице Порошенко, а вот радикальные националисты, которых никак не заткнуть, они герои же. Но, тем не менее, вот такую версию какого-то заморозки, договорняка можно было бы рассматривать, но она, повторюсь, для России она лукавая, вредная, и мы не должны идти на эту уловку, потому что в любое сохранение украинского государства, вообще идеологии политического украинства, основанного на антирусской идентичности, во всем, в национальном самосознании, в истории, в культуре, в религии, в вере, это угроза России, русскому и белорусскому народу. И уже недавно были заявления о том, что большинство стран НАТО уже вот-вот исчерпают свои военные ресурсы, которые они поставляют в Украину и которые там уничтожаются. Но вот с такой точки зрения, наверное, тоже было бы логично в перспективе пойти на какую-то заморозку конфликта. Я думаю, что военная промышленная машина Запада, она сейчас просто ликует и радуется, и не хочет, конечно же, никакой заморозки, и готова она обеспечит бесконечно эту войну. есть все-таки лимит человеческого ресурса, мобилизационного ресурса на Украине. Там Арестович заявляет, что 5,5 миллионов, но при этом он говорит, что от 40 миллионов. Какие 40 миллионов он считал на Украине, если Донбасс, Крым, миллионы беженцев в Россию, Белоруссию, вообще, на Запад, порядка 25 в лучшем случае сейчас осталось, из них уже сотни тысяч погибли, другие раненые, старики, женщины, инвалиды, дезертиры и так далее. Вот я думаю, там потенциал 2,5 миллиона это максимум. Ну и, конечно же, на Западе просто умею считать, умею считать, что вложиться максимально в битву с Россией, при этом, повторюсь, держать в уме, что может начаться ядерная война, если пойдут на Крым, на Севастополь. Ну вот в этой логике действительно не готовит ли какой-то Майдан, Дворцов Первого Порода внутри России, чтобы, собственно, свою цель реализовать. Освобождение там, как они говорят, освобождение, да, украинских земель границы 1991 года, но это не самая цель для Запада. В конце концов, там просто может когда-то смениться режим и все это будет песным. Вот мы все время говорим НАТО, НАТО и вот опять же недавно появилась новость о том, что в Эстонии, вы опять же наверняка слышали об этом, будут проводиться крупнейшие учения по кибербезопасности войск НАТО. И в этой связи хотелось бы вспомнить о том, что все-таки существует и такая организация, как ОДКБ. На недавнем саммите Александр Лукашенко говорил о том, что вот этой организации нужно эффективнее противостоять информационным атакам НАТО. А как вы считаете, ОДКБ в перспективе вообще может стать серьезным противовесом Североатлантическому альянсу? К сожалению, имидж организации договора коллективной безопасности он сейчас не лучший. И Армения, и Азербайджан, наши друзья, наши советские республики по-своему пытаются расшатать единство в рамках организации, преследуя абсолютно не цели своих союзников. То есть, видимо, там руководцы уже какие-то свои союзники. Если брать Армению, это страны Запада, если брать Азербайджан, это Турция. И, понимая уязвимость ситуации, ОДКБ, они пытаются, в общем-то, особенно армянская сторона, лезть на рожон. Хотя, ОДКБ, в общем-то, проявив такую слабую активность, а ведь был предмет к рассмотрению, когда Азербайджан продвинутся на 8 километров на территории Армении, и на горном Тарабаха, был все-таки предмет. Но решили, в общем-то, как-то кулуарно это все урегулировать. Про западный Пашинян начал кричать, что давайте, воюйте, собственно, за нас. Сам мобилизацию даже никакую не провел, но вот воюйте за нас. Ну, очевидная провокация, но ее сейчас активно используют для дискредитации ОДКБ не только в Армении, но и среди других членов организации. К сожалению, ОДКБ так и не стало реальным военно-политическим союзом, где все государства согласно уставу будут друг друга защищать. Это так и осталась организация по защите России и других постсоветских стран. Ну, представить себе, что Россия, на территории которой сейчас на Донбассе, Запорожской области, Херсонской, идет специальная военная операция, идет война против нас на этих территориях, что сейчас армяне, казахи, таджики пришлют свои войска на помощь, ну, вы же понимаете, что это невозможно. Соответственно, и такое паразитистское отношение виляющих политических элит в некоторых, казалось бы, дружественных странах, ну, к Беларуси это не относится, потому что у нас общий контингент формируется, собственно, на территории Беларуси и поддержка политическая из уст как раз Александра Григорьевича, вот, а другие наши союзники по Евразийскому экономическому союзу, по ДКБ ведут себя, мягко говоря, не по-союзнически, но и сама организация, вот, не ее член, а именно организация как административная такой субъект, на мой взгляд, могла бы себя вести по-активней. Кто сейчас может вспомнить эмблему флаг по ДКБ? Я думаю, что эмблему НАТО знают все на улице у детей спросить, все знают. Ну, это, кстати, вообще большая проблема наших интеграционных проектов. У нас сколько, по-моему, уже 20 лет, отметила наша союзная государство России Беларуси, то же самое, ни флага, ни гимна, ни герба нету до сих пор. Ну, это что? Какая-то креативная импотенция, я вот, честно, даже не понимаю. Хотя, в общем-то, в информационном современном обществе вообще сначала поднимают знамя, а потом сначала называют, корабль, а потом уже плывут. Вот поэтому Евросоюз и НАТО, они, они вообще популярные бренды, даже без какой-то мифологии, там, об успехе, об мощи, это просто даже популярные бренды на уровне сил. К сожалению, ни союзные государства, ни Евразийский союз, ни ЛДКБ не могут этим похвастаться. И нужно вот с этим работать, с такой политической семиотикой, но и, конечно же, за символами должны стоять реальные достижения. Может ли ЛДКБ стать такой информационной армией? Я думаю, что и России, и Белоруссии нужно заниматься этим самостоятельно, а не надеяться на своих союзников, Казахстан, Армению особенно, потому что если посмотреть, что происходит в этих странах, где пророссийские митинги их вообще не согласовывают, при этом спокойно проукраинские проходят, где расцветает уже русофобия такого западнического типа, ну, в общем-то нужно победить, а потом уже в семье обсуждать, кто себя вел во время нашей борьбы. Спасибо вам большое за беседу, за интересные и развернутые ответы. До свидания. До свидания, спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова